Девушки отдыхают 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 Я считаю, что тема очень актуальна, так как мало предпринимательства играет большую роль в развитии в целом страны, так и ее региона. Проведение международной конференции в Ачинске – это значимое событие для города и региона. Но руководство филиала аграрного университета на достигнутом останавливаться не собирается. Наверняка уже многие начали готовиться к летнему сезону и активно приводят себя в хорошую физическую форму. Кто-то это делает своими силами, а кто-то при помощи инструктора. Но есть и те ребята, которые уже не первый год занимаются спортом и защищают честь нашего города на различных соревнованиях. Открытое первенство города по тэквондо стало значимым событием для всех любителей этого южнокорейского боевого искусства. Наш город представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Им пришлось побороться за медали с гостями соревнований, командами из Красноярска и западной зоны края. В категории 45 у меня был за выход в финал самый сложный бой. Ну, встречал его, ну, бежал на меня, я его встречал ногами, руками. По окончании соревнований у наших спортсменов 11 медалей разного достоинства, в том числе и две золотых. Их завоевали Вадим Фроленко и Святослав Латопов. Совсем скоро будет сформирована сборная города, которая выступит на краевых соревнованиях. В плавательном бассейне «Нептун» прошел очередной этап кубка города по плаванию среди юношей и девушек. Конкуренция у участников была очень высока, ведь наравне с начинающими спортсменами выступали и довольно опытные пловцы. За их плечами медали всероссийских и международных соревнований. К тому же сотые доли секунды могут сыграть решающую роль в победе. Мне плавание очень нравится, я им люблю заниматься. Это может быть мое хобби. Оно дает заряд, энергию, бодрость, какие-то результаты, достижения. Я хочу выполнить мастер спорта, это будущее, что я хочу сделать. На дистанции 100 метров бутерфляй лучшими стали Анастасия Цветкова и Валерий Пермяков. Именно они представят наш город на краевых соревнованиях в Зеленогорске. Желаем успехов! Шестая летняя спартакиада учащихся России собрала более 107 боксеров со всей Сибири. Наш земляк Евгений Соклаков в ходе трудных поединков смог завоевать первое место. Самый трудный бой оказался в самом последнем в финале. Боксер был с очень сильным соперником. И я одержал победу. Тренер Вячеслав Самосев хвалит своего воспитанника. И очень рад, что несмотря на короткий срок занятия боксом, парень смог выиграть более опытных соперников. Победа на соревнованиях дает путевку в финал первенства России по боксу среди учащихся. Будем надеяться на успешное выступление нашего спортсмена. Согласитесь, путешествовать всегда приятно, ведь это новые города, люди, необычные приключения и масса неповторимых эмоций. Вот я всегда мечтал побывать в древнерусских городах и слетать в Лос-Анджелес. Лера, скажи, а где я хотела побывать ты? Ну, конечно же, это Нью-Йорк, Лондон и Париж. Особенно Париж. Там столько всего интересного. Эйфелева башня, французская кухня, отличные магазины, где можно купить себе самые неповторимые наряды. Ах, Париж, Париж, я люблю тебя. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Современник» покоряет все новые города. На этот раз сачинские танцоры вернулись с конкурса «Париж, я люблю тебя» с множеством наград, среди которых три первых места. А руководитель коллектива Елена Гаврилова выиграла специальный приз – Кубок лучшего балетмейстера. В международном конкурсе коллектив представил различные номера, постановки современного, эстрадного и народных танцев. Впечатлений у танцоров от одного из красивейших городов мира очень много. Это было два часа обзорной экскурсии по Парижу, и мы его видели практически из-за окон автобуса. Наконец-то увидели Эйфелеву башню. Еще когда ночью заезжали после конкурса, она вся блестит, мы все были рады. Город очень красивый, атмосфера, люди совершенно другие, не такие, как у нас в городе, да вообще как в России. Город другой, ассоциация другая, общение другое, еще все другое, много впечатлений. Улицы совсем другие, не то, что у нас, чисто. Увидеть Париж и покорить мир, получается, вот для нас получилось. Все замечательно. Во время пребывания во Франции танцоры столкнулись с трудностями. Парижская сцена таила свои сюрпризы, но несмотря на них, современник отработал все запланированные номера. Мы впервые работали на покатной сцене, где угол составляет 10 градусов. Для нас это было новшество. Для меня вообще я первый раз такую сцену увидела, хотя я знала о существовании таких площадок. Мы когда приехали, у нас репетиция только была 3 минуты, давалась, а потом сразу конкурс. Приехали мы, уставшиеся, на автобусе. Сильно долго ехали на автобусе. На первый день у нас просто были экскурсии, а вот уже на второй день конкурс, репетиция. С 8 утра у нас была репетиция. То есть мы зашли в зал, сразу же сели, переоделись, сразу же пошли на сцену готовиться. От репетировав номера, ну, посмотрели параметр сцены и все остальное. Как бы было сложно подстроиться под это, но что сделать, мы же приехали побеждать. Знаменитая танцовщица Айсидора Дункан однажды сказала, танец – это жизнь. Мне непонятен мир, который не танцует. О мире глазами танцующего человека нам рассказали участники «Современника». Для меня он яркий, очень много впечатлений, всегда в продвижении, не сидишь на месте, всегда день занятый. Пошел, он танцевался до упада, пошел спать, лег. Ну, как-то занятый целыми днями. Школа, танцы, конкурс. Ну, и много впечатлений, ездишь везде, города смотришь. Ну, это вообще совсем другие ощущения. Ты видишь мир вообще по-другому своими глазами, как бы. И ты погружаешься в эту атмосферу, ты должен контактировать с человеком, который, например, рядом с тобой стоит, танцует. Вы играете какую-нибудь сценку, там вообще, и все вот это вот обыгрывать надо, и вообще мир вообще под другими глазами на него смотришь. «Современник» настолько удивил и понравился жюри парижского конкурса, что получил приглашение приехать на гастроли во Францию за счет ЮНЕСКО. Коллектив уже обдумывает предложения, а пока им предстоит поучаствовать еще во многих российских конкурсах. На одном из них танцоры смогут поработать со знаменитым режиссером-постановщиком Михаилом Высоцким. В общем, отдыхать некогда. 4 мая мы приглашены в Москву на галоконцерт ведущих коллективов России по хореографии, который будет проходить в зале Чайковского. А еще, еще дети не знают, мы приглашены на галоконцерт ведущих коллективов Красноярского окрая, который состоится 15 июня в БКЗ. Числа постоянно окружают нас в повседневной жизни, и за это мы их любим. Нас всегда интересует, на какие отметки ты учишься или за сколько пробегаешь стометровку. Но иногда цифры выдают необыкновенные значения, и тогда мы вспоминаем различные приметы и суеверия. Кто-то старается избегать числа 13, а кто-то считает, что именно 7 принесет ему удачу. О счастливых совпадениях на билетах тебе расскажет Валерий Максимович. Наверное, нет в России человека, не слышавшего выражения «счастливый билет». Как написано в Википедии, «счастливый билет» — это математическое развлечение, основанное на нумерологической игре с номером проездного билета. Счастливым считается полученный в общественном транспорте билет, в шестизначном номере которого сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних. Расскажи, часто ли тебе попадаются счастливые билетики? Да нет. Редко очень. Попадаются в основном только автобусные и трамвайные? Да периодически, смотря что считать счастливым билетиком. Ой, нет. Не везет в этом деле. А вот все-таки, если попадается, что вы с ним делаете? Храню, вложу под клеенку. Загадываю желание и ем. Ждем счастья. Я курки храню. Для того, чтобы обрести все счастье, заложенное в билете, необходимо пропустить то, из чего изготовлен этот самый билет, через свой пищеварительный тракт. А попросту билет нужно съесть, загадав при этом желание. И тогда ваша мечта сбудется. Наверное. Если же есть билет не хочется, а счастья не хватает, то такие билетики нужно складывать в счастливую коробочку или баночку. Просит ли у вас пассажиры счастливый билет? Не просят, но если попадается, то они его ложат в карман. Еще один из вариантов – положить счастливый билетик во внутренний карман одежды. Уверенно произнеся при этом, счастье и удача всегда со мной. Это может служить огромным талисманом. Выгадывать или жульничать, покупая следующий билет, если полученный отличается всего одной цифрой от счастливого, смысла нет. Удачу не обманешь. В общем, просто не забывайте оплачивать проезд и будете чаще получать счастливые билеты. Ну вот и все, дорогие друзья. Наш выпуск заканчивается. Но мы обещаем, что расстанемся ненадолго. Мы обязательно увидимся через две недели и расскажем тебе о молодежной жизни нашего города. Пока-пока! Садись за телевизор, нажимай на кнопку, ищи 21 век, все остальное в топку. И самое время для этой передачи о молодежном движении. Все в продвижении. Молодые ребята с ночи до утра думают, как скрасить твой досуг. И вот пора на местном ТВ. Тебя удивили. Кстати, ты и себя можешь там увидеть. Но для этого ты должен чем-то заниматься. Бить по груши или на коньках кататься. Ты должен быть спортивным. Должен быть креативным. И закадровая жизнь для тебя открыта. Журналисты, ребята, в центре всех событий. Актуальные темы не боятся раскрыть их. Ведь это не девятый век, где не было движения. Это 21 век и продвижение.